Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терешков ответил на вопросы молодежного актива городского округа Люберцы. Встреча со студентами и представителями общественных организаций прошла в техникуме имени Гагарина. Все подробности у моей коллеги Луизы и Геозарян. Визит в знаменитый техникум, где учился Гагарин, начался с экскурсии. Учебное заведение, как и весь городской округ, богат своей историей. Одна из страниц – создание в его стенах музея 108-го штурмового авиационного полка, который в годы Великой Отечественной войны, базировался в Люберцах. Создали ветераны этого полка. Основателями музея являются Каблуков Леонид Яковлевич, Живчиков Анатолий Иванович и почетный гражданин городу Люберцева Фриченко Александр Александрович. Многие годы они собирали по крупинкам, выезжая со студентами в разные регионы. То есть полк легендарный, который принимал участие, что называется, от звонка до звонка. Авиация – не только история, но и деятельность техникума сейчас. Одно из направлений учебного заведения, производства и обслуживания летательной техники. Роману Терешкову показали лабораторию, где юные авиаконструкторы учатся о зампрофессии и участвуют в крупных соревнованиях. Ученица инженерной школы номер 6 Полина Работа делает большие успехи. Она победитель третьего этапа регионального чемпионата молодые профессионалы среди юниоров. Я участвовала по обслуживанию авиационной техники. Я хочу выбрать работу по авиаконструированию. И я считаю, что любой инженер должен вначале опробовать эту профессию руками, а потом уже конструировать. За свои достижения Полина получила из рук министра диплом и медаль. Торжественное собрание прошло в актовом зале Гагаринского техникума. Кроме победителей чемпионата WorldSkills, Роман Терешков наградил спортсменов городского округа, которые в период пандемии посвятили себя добровольческой деятельности. Наши волонтеры зачастую – это наши спортсмены, это наши тренеры, это сотрудники физкультурно-здоровительных комплексов, которые включились в самых первых минут в борьбу с пандемией. В каждой школе в нашей регионале у нас появилась такая специальность – спортивный психолог, который готовит наших спортсменов для того, чтобы достигать самых высоких результатов. Они также открыли, ввели онлайн-прием жителей, всех, кто мог обратиться на портале «Живу спорта», мы тоже делали. Представители молодежи городского округа задали Роману Терешкову вопросы. Они коснулись деятельности министра, его дальнейших планов и, конечно, спорта. Как вы относитесь к шахматам? Шахматы должны быть в образовательной программе школы, сто процентов, хотя бы как минимум с первого по пятый класс. Шахматы вас по-другому заставляют мыслить, по-другому заставляют формировать свою мысль. Роман Григорьевич, а вы собираетесь участвовать в пребывательном государстве? У меня была такая идея еще в 2016 году, но в 2016 году я был не готов, потому что еще в спортивной отрасли, в государственном управлении я не знал того, что знаю сейчас. Поэтому сейчас я по себе чувствую, что я готов. Я подам в ближайшее время тоже документы на праймерис «Единой России», буду вместе с своими коллегами, членами партии, сторонниками партии бороться за голоса выборщиков. В конце встречи Роман Терешков написал пожелания студентам и коллективу техникума в книге почетных гостей, которая ведется с 1961 года. Есть запись от самого Юрия Гагарина.